позади три раунда дебатов между командами тюмени и нижнего тагила на тему мифологизации истории настало время услышать вердикт судей ну а теперь очередь лидера россии сергея новикова организатора дебатов пожалуйста сергей вам слово ваша оценка большое спасибо василий я бы хотел поблагодарить участников за хорошее интересное выступление это было здорово что я хотел бы отметить ну начнем с того что алексей конечно был в более выигрышной позиции с точки зрения той стороны которая ему выпала жребием насколько я понимаю потому что такую сторону действительно легче защищать именно с позицией таких рассудочных да интеллектуальных поэтому перед дмитрием стояла нетривиальная задача на самом деле и я думаю что здесь если бы я участвовал да на стороне дмитрия в это в этих дебатах я бы выбрал именно позицию эмоций вот иван говорил об этом на самом деле о чем-то похожем то есть дмитрию нужно было занимать значительно более эмоциональную позицию приводить эмоциональные аргументы он пытался безусловно но на мой взгляд получилось у него не очень по аргументации алексей первый раунд мне не очень понравилась аргументация я думаю что можно было сделать сильнее то есть она была окей хорошо в целом но у позиции соперника были уязвимые стороны можно было бы по этим уязвимым сторонам намного больше пройтись и поставить его в еще более невыгодное положение так скажем по дмитрию аргументацию я оценку давайте я сразу оценки буду называть алексея я ставлю 7 с минусом за аргументацию дмитрий у дмитрия аргументация не понравилась вообще то есть по факту он отстаивал не столько ту позицию которая была ему навязана сколько он пытался ее подменить вот какими-то всякими дополнительными вещами что ему потом в третьем раунде аукнулась дмитрию по аргументации по первому раунду ставлю 5 по полемике по вопросам ведущих во втором раунде дмитрий немножко попался мне кажется в ловушку ведущего и начал высказываться в пользу своего оппонента то есть он начал говорить о том что неприемлемо всячески мифологизировать и идеализировать историю когда это делают наши враги да то есть он высказался за адекватное и объективное восприятие истории на самом деле хотя здесь я бы на его месте говорил о битве мифа против мифа да то есть если нам против если нам выставляют миф нам нужно противопоставить ему еще более сильный миф дмитрий этого момента не уловил поэтому по полемике ну и по тем вопросам которым на которой он отвечал до в третьем раунде на первый вопрос он вообще не ответил на самом деле он отвечал на что-то совсем другое и на второй вопрос он снова выдал противоположную точку зрения в том смысле что историю надо рассматривать объективно они идеализировать и мифологизировать то есть снова повторил позицию оппонента таким образом за полемику три и не больше по алексею алексей во втором раунде тоже не ответил на первый вопрос по факту мне показалось что василий имел ввиду что-то другое ожидал услышать что-то другое на второй вопрос ответил хорошо в третьем раунде на оба вопроса ответил хорошо но вопросы были но довольно легкие на самом деле на мой взгляд и там вопрос в ответы были краткие по делу так что по полемике алексею 7 и по артистизму ну артистизм оценивать тяжело так скажем и иван раздал участникам одинаковые оценки я с ним наверное не соглашусь потому что в целом алексей все-таки производил объективно более уверенное впечатление он четко говорил четко формулировал мысли не запинался к сожалению дмитрий не мог этим похвастаться но разница не очень большая я распределил оценки как 6 алексеев 4 если есть какие-то вопросы я также готов ответить пообщаться в том числе лично большое спасибо за внимание что